вы понимать должны да сегодня сейчас world of tanks перешел в мир танков то есть сейчас я вам расскажу немножко все откуда началось то первоначально контора белорусская контора которая была под названием сейчас скажу ой сейчас скажу так это получается а world gaming нет белорусская контора world gaming нет сделал для нас мир танков это была крутизна только я задал вопрос и посмотрел сколько она выпустила игрушек ну как бы так сказать чуть-чуть в разы то меньше чем настоящий игрушка маны вы не знали да просто тупо возьмите бейте количество игр от этой компании ну она начала это делать вместе с леста games то есть сегодня сейчас все это дело туда перевернулась да то есть леста games начала рулить и world of tanks перешел в мир танков до мир танков ну вот он этот самый мир танков то бишь честно вам скажу что у меня возникают некоторые проблемки не то что некоторые проблемки я просто очень давно и очень внимательно изучаю историю не то что фраера ушастые поверьте мне как бы вам сказать что пункт номер один история для меня всегда была чем-то более интересным чем математика естественно и я почитал то что не каждый мог бы прочитать к слову о том чтобы я не хотел чтобы вы читали я бы не хотел что вы читали пересказы о деятельности петра первого вне первоисточниках то есть есть у нас отдельные издатели и отдельные писатели которые все это дело перевирают под себя тема отдельная как бы сказать что лучший вариант я не все прочитал но история государства российского николай михайлович комармазина ну до некоторого поколения прочитал там конечно все очень сложно серьезно и как правило он говорит достаточно нормально то бишь государство российское по сути событий уже пережило себя золотой век был 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 сейчас это даже не золотой век сейчас что-то творится это отдельная тема идти не тема нашей передачи тема нашей передачи вот эта тема то есть мы говорим про называется мир танков ну или world of танкс раньше был то есть я им всегда писал и неоднократно звонил игру ребят давайте все-таки определимся чем я реально занялся то есть я реально занялся истории вопрос правильно истории вопрос то бишь ну это было нормально то есть я посмотрел по серединке да то есть это вся серединка эти все танки существовали в природе своей поверьте мне не все существовали природе своей и дальше я дошел до т10 но в принципе т10 был хороший вариант у нас в принципе в городе магнитогорске 2 т10 есть один на всеобщем обозрении находится рядышком в соцкороде и один на комбинате стоит это т10 это не из 3 из 3 был прям перед ним у из 3 сейчас покажу вот сейчас покажу покажу в ангаре да ему торопиться то не будем никуда то бишь из 3 в принципе у него было шесть катков вот эти раз два три 4 5 6 катков нижних понимаете а у нас получается сейчас дойдем до т10 то что у нас стоит то есть когда мне говорили что это процедура из истории нет это даже не процедура из истории у нас получается 7 катков стоит но и мало того в на нашем танке я немножко перекрасил потому что была такая возможность ствольный тормоз стоит вот этот а там не был не существовало такого ствольного тормоза вот давайте все таки вернемся к исследованиям да хороший танк но финальный танк что было дальше вот вот дальше все началось через какую-то бредятину если мы может быть когда-то занимались сау ну су то что у нас работала и использовалась есть тема такая да то бишь и су 152 после этого все это дело закончилось об чем раньше мы будем говорить и что это то есть если мы будем говорить об исторической ценности world of tanks то она не имеет никакой исторической ценности как таковой понимаете ну никакой то есть такая бредятина везде влазит то есть это мы говорим про россию да то есть а вот допустим про германию будем говорить да то есть в принципе они сейчас показали у них есть небольшое количество вот идет сюда то есть вот если что давайте перекачившись вот сюда то бишь вот чтобы было понятно да проедусь то есть сейчас есть леопард вот вот внизу пошел вот а этого в натуре не было в природе понимаете ну не было в природе ребят это что у вас историкал справедливость historical not yet то есть даже историю вы не понимаете каким образом что-то чё-то за бредятина то бишь вот так это было в при было бы нормально да ну как бы так короче честно туда да но тут возникает другой вопрос тут возникает вопрос в цене ну такая цена по сути событий и когда давайте все-таки определимся вот у нас тема есть такая весьма интересная под названием америка то бишь я вам еще раз говорю кое-что я перевернул из рублей кое-что я вам показал сколько это стоило в действительности то есть мы берем спокойненько вот т2 м light ну примерно из той же оперы одновременно с этим у нас появилась такая штука под названием из той же оперы примерно то есть тогда у нас появился танк т-34 немножко куда-то его сюда сдвинули да ну хорошо то есть здесь можно было бы вот так отойти немножко да то есть у нас получается тяжелые танки и в большинстве своем средние танки были то что сейчас вот насчет сегодня и сейчас да когда мы будем говорить о нашей действительности составляющей то есть сначала мы определимся с ценой вопроса то есть танк т-34 в свое время в свое время сейчас вернемся на круги своя первоначальная стоимость его в долларах стоила 53 800 это было тогда когда доллар стоил по отношению к золоту примерно 60 рублей примерно сегодня и сейчас ничего не будем говорить в связи с тем что что-то немножко поменялось да ну то есть что поменялось поменялось практически все то есть организация производства танков и вообще всех остальных вещей да то бишь если мы будем говорить в пересчете на доллары и рубли к тому моменту когда танки были новые ну это обыкновенный пересчет понимаете сложность нет никакого то бишь посмотри внимательно курс доллара посмотри внимательно курс доллара к к золоту это легко никаких проблем не видите блин пасхальный сейчас все увидите то есть вот мы сейчас пересчитываем то бишь вот примерно цена доллара была да то есть мы говорим про сороковой год то же самое мы смотрим 40 сколько стоил свое время замечательный доллар по отношению к нему то есть грубо говоря цена была вот такая примерно то есть ну понятно да что 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 сколько он вырос это когда мы будем говорить про инфляцию вот вам инфляция то есть она никогда не была маленькая она всегда была в зака понимаете да то есть вниз он никогда не падал он всю жизнь роз 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 понимаете о чем я беседую понимаете да ну доехали вот при этом когда мне начинают рассказывать сказки то есть я вернусь на круги не своя это было раньше это примерно сейчас сейчас еще разочек вернемся вот так вот вот ну понятно да то бишь цена танка тогда к цене танка сегодняшнего то есть тогда танк по сути событий если мы будем пересчитывать те же доллары и завернемся наоборот то бишь раньше танк стоил в четыре раза дороже чем сегодняшний танк потому что нововведение но красиво все изумительно все работает понимаете вы не доезжаете доезжаю то есть если танк раньше делался на отдельных материалах то есть необходимо было все выштамповывать и точить то сейчас нет сейчас уже все красиво и ровно и нынешние танки ну по той самой цене стоят примерно в четыре раза дешевле это нормальное явление то есть тут даже говорить не о чем то есть то есть смотрите что же чтобы я опять ничего не говорил то есть вот он пожалуйста танк т-34 стоил 269 тысяч рублей пересчитывая на тот же вопрос и деля на курс то есть цена вопроса этого танка в то время составляла 53 800 долларов при этом сейчас успокойтесь не торопитесь не торопитесь при этом не торопитесь при этом цена машины цена машины машина в тот момент успокойтесь спокойненько да стоила пятьсот семьдесят пять долларов нормально да не доехали то есть и машина то стоило ну как бы так-то сказать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой дешевле ой-ой-ой-ой-ой реально дешевле то есть она как бы вам даже так сказать ну наверное получается сто раз дешевле и люди в тысячи не знаю чего идет речь то есть понимаете сами пересчитать не проблема то есть сегодня сейчас мы будем говорить про цену танка в золоте то есть цена танка в золоте опустилась с пятидесяти трех тысяч восемьсот до в четыре раза понимать я объясняю реально да окей то бишь понятно да что сколько раньше стоил танк вот такой вот вот такой вот да и сколько стоил танк сегодняшний ну я не буду ни о чем говорить тут куча бредятина то есть если мы будем говорить про танки соединенных штатов америки да вот вот это еще интересно да то они сейчас начали стоить ну по сути дела по сути дела то есть они стали стоить если к золоту брать то есть четыре раза дешевле ну понятно да то есть и курс доллара пошел вверх ну так реально красиво и цена на танк пошла вниз а с какого такого перепуга то если цена первоначального источника стоила космос то есть в принципе мы будем говорить о том что ну даже чтобы это было нормально и ровно вы не втирайте денежки то есть вы понимаете о чем идет речь мне так кажется что все это для того чтобы с вас деньги поиметь а не слышали слушайте 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 то бишь ах развернусь на круги своя то есть сама цель этой игры это поиметь с вас денежки то-то-то-то-то не понимаете что ли но я надеюсь я ваши глаза-то портат раскрыл да теперь вопрос ко мне возникает у отдельных товарищей у которой типа там думают то есть я еще раз говорю по исторической ценности это бред сивой кобыла вопрос номер два если это по исторической ценности бред сивой кобылы то возникает вопрос почему во всем мире так остерегаются наших танков потому что во всем мире наш танки круче всех на свете и это мы не будем говорить возьмите посмотрите все боятся наших танков дорогие мои потому что у нас танков столько много что никакого их природе не существует и вы думаете что наши танки полная нехорошесть да вряд ли то бишь у нас все танки имеют противо атомную защиту мало того если в танке броня то по сути событий вот такой кусок металла конечно это не это не свинец если такой кусок металла был свинце то вот такой кусок металла доход почти в середине ядерного взрыва радиация у вас не будет никакая потому что свинец четко задерживает и нейтроны и все что угодно но это не то поэтому конечно вы что-то получите но извините подвиньтесь это все-таки сталь ну будет некоторое но не в той количестве что будет снаружи мало того у наших всех танков естественно есть противо атомная защита это сто процентов она была произведена маму не горюй когда то в принципе наши танки держат атомной взрыв мало того сейчас уже сделали отдельную штуку то есть если раньше наши танки были закрыты от броней естественно да то сегодня сейчас броня идет еще и сверху да 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 это от тех самых дронов то есть дрон летит летит хорошо и красиво базара нет но когда дрон воткнется в пик то есть там что делается то есть танк сверху покрыт такой сеточкой это не просто достаточно легко делается то бишь взрывная волна и она не попадает в танк то бишь кумулятивный снаряд прошибается раньше и он не прошибает броню понимаете это сеточка сеточкой закрыт естественно в основные отсеки вот попасть четко в двигатель это еще вам очень сильно если сильно постарайтесь но с другой стороны и двигатель тоже закрыт но на некотором высоте понимаете то есть кумулятивный эффект он возникает тогда когда ну будем говорить вот такая штука то рюмочка попадает то есть здесь возникает специализированный источник взрыва который прошибает броню но если источник взрыва не на броне чуть раньше то этот источник энергия просто растекается он не может физически не пробить ничего да это может сделать ну слава тебе господи мы это научили сделать и когда мне говорят что наши танки просто я говорю а с чего вот так решили потому что если бы говорить о глубине событий вот то есть мы начинаем с чего то есть т-10 это идеальный вариант но т-10 он должен был бы быть в оконцовке сюжета потому что по-другому не получается не надо сказки рассказывать ой вот это объекты какие-то там объекты смысле новые нет нет это все бред сивой кобыла то бишь давайте вернемся сюда в ангар вернемся то бишь сейчас я немножко расскажу после этого я естественно до десятого уровня дошел ничего не думаете и до десятого уровня я купил вот эту же штуку это было дальше естественно красиво симпатично но его не было в природе его не было в природе может быть сделано было но причем вы решили что это топовый вариант то есть топовый вариант у нас закончился на т-10 ну вы понимаете да то есть там все сделано не пришей кобыль и хвост естественно не торопитесь сейчас будет еще более интересным в связи с этим мне пришлось мне пришлось я еще раз вам говорю цена нового танка и цена сегодняшнего то есть цена сегодняшнего танка должна быть четыре раза дешевле чем новый танк ну понимаете да то есть то есть мы еще переплачиваем за что вау ну да 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 это вы хотите чтобы мы это делали но может быть то бишь мы сейчас говорим не о сути событий потому что мы внедряем в себя цену интернета которая в разы сейчас стало дороже то есть если раньше это было допустим мы выписывали журналы то по сути событий все мои журналы которые я выписал я сейчас не сильно много плачу естественно за интернет но получается что где-то грубо говоря это было а журнала хватало и журнала писали нормальным кандидаты технических наук да вы не стали что техника молодежи это кто там изучал моделист-конструктор это кто там писал наука и жизнь это кто там писали то есть везде кандидата технических наук а вы не знали так знаете господа мы знаете и думайте а а что сейчас будет сейчас ну вот он и при этом мне пришлось потратить дополнительно то есть я себе купил что я себе купил т-62 вот он замечательный т-62 то бишь если мы говорим про финал то это должен был быть финал вот он замечательный финализированный наш танк т-62 а все раз вы не прыгнули туда где у нас идет м2 ну абрамс где у нас не выходит т-90 т-72 т-80 вот такие танки т- армата который сейчас наворочил этих не существует да ну хорошо из той же оперы если мы говорим про исследование то есть вернемся в магазин исследований то это грубо говоря из той же оперы это м-48 по тонн денег у него пока нету и вряд ли это получится естественно и с точки зрения германии это грубо говоря леопард 1 да это нормально примерно из той же оперы а все остальное ну все остальное его не существовало вы там с какого дуба рухнули теперь вопрос если мы будем говорить вообще о ценности каждого боя как такового вы с какого перепуга вот сейчас тема интересная то есть если мы будем говорить о сути событий то есть вот у нас есть танк Швеция есть очень хороший танк который ну из той же оперы СТР-74 пока денег на него нет ну ничего скоро будут то есть СТР-74 он неплохой танк ну калибр 74 миллиметра ну пойдет это финальный танк почему он равняется почему он должен равняться то есть он финальный танк то есть по сути событий это должно быть десятый танк если мы говорим о сути событий почему он равняется к сороковым годам это вот о чем идет речь то это идет речь о чем то есть давайте все-таки определимся если у нас сороковые года ну грубо говоря ну вот будем определяться грубо говоря из вот этих композиций может быть Тигр 1 там Пантера это было позже естественно то бишь если мы будем говорить к отношению нашему то почему техника шестого уровня шестой уровень она должна по немецким показателям она должна быть вместе с нашим с Т34 уровня допустим это получается седьмой уровень то есть она должна быть уровня пятого понимаете тема понятная да то есть идет конченная бредятина по отношению к цене вопроса то бишь если мы говорим про Т62А он должен быть одновременно с Маусом Маус это техника 1944 года этих машин было изготовлено всего две штуки алло гараж вы почему думаете что все это должно быть красиво с какого перепуга вы его воткнули в десятый уровень ну тут вообще понятно да что когда мы говорим о исторической ценности мы не будем говорить ни о чем другой вариант вопроса да то бишь почему я накопил то есть то есть вы не должны мне говорить то есть я четко потратил грубо говоря по деньгам да 12 тысяч 200 или 300 не помню деньгов это только за танки то есть а я их не должен был тратить вы идиотизм полный то есть должно быть все ровно или даже снижаться ну хотя бы все ровно ну так должно быть но это не так то бишь я вам реально показал то есть тут даже склеек не может быть когда мне говорят что Лешенька ты какой-то там блогер я говорю блогера все блогера у них везде склейки стоят понимаете у меня нет ни одной склейки ну поэтому каждый блогер наверное должен понимать что перед тем как вы будете заводить свои блогерствующие сюжеты на ютуб естественно вам бы как бы необходимо было 28 лет поработать на телевидении я 28 лет сейчас 29 год пойдет поработаю на телевидении то есть надо понимать да что у кого мозги есть а у кого нет окей теперь вариант вопроса как можно было раньше заработать то есть что было у нас до этого до этого до того как все перешло в леста геймс то есть мы спокойненько зарабатывали вот на этой технике я никуда не тороплюсь если вы торопитесь вы можете перемотать но в связи с тем что я не буду никуда перематывать я показываю вам сначала первый уровень потом был второй уровень потом был третий уровень ну там много разных потом был четвертый уровень не буду говорить потом был пятый уровень это техника на которых мы раньше деньги зарабатывали все остальное вы деньги тратите хотя возникает вопрос реальный интересный вопрос сколько будет стоить восстановить машину и вы думаете что восстановить машину будет стоить ровно такие же суммы сколько вы потратили нет это будет дешевле стоить дешевле потому что вернемся на круги и на историческую ценность то есть вы думаете что в советском союзе мы не ездили на пантерах ну здравствуйте конечно ездили на пантерах когда мы их хапали и тигры то у нас тоже были ну с нанесенной красной звездой а вы не помните внимательно почитайте историю вы думаете что в Германии не были Т-34 были внимательно почитайте историю все было тогда и вы думаете что восстановление танка брошенного это был космос нет никакого космоса не было да никакого космоса не было то есть если танк не ушатанный по самые кривые помидоры что такое танк ушатанный по самые кривые помидоры это когда башню срывает но такого вот за мою историю примерно у меня срывало башню ну наверное За всю историю Я достаточно давно этим делом-то занимаюсь И почему я стал этим делом заниматься Сейчас скажу Мой другой товарищ сказал, что у него оказывается Три десятых танка Окей Сейчас чуть-чуть дальше расскажу То бишь давайте все-таки определимся С ценой восстановления Она никогда не стоила ровно столько, сколько стоит настоящий танк То есть и в этой стороне мы говорим О полной бредятины Ну бредятни не существует Но когда все это дело перешло к Леста Геймс Вау, вау То есть понимаете, да? То есть понимаете, когда мы зарабатывали деньги Это можно было, то сейчас реальные деньги Нормальные деньги вы получаете только на первой части вопроса Первое больше не получаете, понимаете? То бишь Леста Геймс Да, да, да Сколько она произвела игр Да не сложно Не буду сейчас вам ничего рассказывать Бейте, посмотрите сколько игр И переткните на что-нибудь серьезное Ну сколько Близзард делал Геймс Или там очень много других игрушек Делало игрушек по сути события То есть там по сути событий Игр было, ну наверное Ну на порядок примерно Порядок, знаете, это на 10 если умножать А может быть на 2 порядка То есть это уже на 20 Игр умножайте, понимаете? И они решили еще дополнительно с вас деньги шлепнуть Кошмар какой-то Но в связи с тем, что я немножко работаю И надо понимать, что в некотором количестве И когда это была такая сильная возможность Я, ну, трачу денежки На что я трачу денежки? Когда можно было купить вот эту штучку Не за то, сколько она стоит А там был реальный дискаунт Тогда я купил Танк один Один, всего лишь танк я купил Один танк Один Один Вы понимаете, один танк я купил Когда я трачу деньги сейчас То бишь, грубо говоря К тому, что мы перекидываем деньги За никакой интернет по сути событий Что там в этом интернете может быть? То бишь, когда мне говорят Ты будешь слушать И то, что тебе люди рассказывают Я говорю, ребят Как вы можете человеку, который в телевидении Очень-очень давно что-то втирать? Как вы это можете сделать? Потому что я втираю То есть не надо говорить, что я лох с пейджером Далеко не лох с пейджером Уж поверьте мне Совершенно не лох с пейджером Я вам втираю Я это делаю без склеек Ни одной склейки вы здесь не видите То есть когда мне начинают рассказывать Вот эти блогосферы Я говорю Блогосфера Ну и что такое? Это склейки одинаковые Это даже не мысли Вы даже не можете все это дело В голове экспроприировать И вам дать целиком Точка от точки То есть если умный человек Он будет нормально смотреть И умный человек Он понимает О чем идет речь То бишь Сегодня и сейчас Леста Геймс Решила просто на вас заработать бабки То бишь если раньше У нас было до пятого уровня Мы зарабатывали То сейчас только первый уровень Окей Я решил купить себе все Первого уровня Да Еще немножко осталось Я сейчас денежки подзаработаю Сейчас Грубо говоря Потому что даже если мы будем говорить Об уровне Оснащения Да Вот Т-62 Потому что к сожалению У меня там еще не все До идеального уровня доросло Но я уже кое-что купил Кое-что Это называется Дополнительные штуки Дополнительные штуки Вот они вот здесь идут То есть мы когда Вот будем вот так Втирать Да То есть там все Прочти круто и весело Но есть еще Специальное Обмундирование Вот я сейчас немножко Вот сюда ткну В снаряжении Это отдельное То бишь А это уже дополнительных Деньгов стоит Ага Да Я заплатил Ну вы должны же понимать Что мне же хочется Чтобы мои танки Были круче чем у других Естественно Да Я там все сделал Красиво и ровно Но не полностью Я не буду говорить О тех Кто работает долго И красиво Но у меня таких вариантов Не существует Если честно Я в танки играю Всего лишь два часа в день Ну может быть час в день Потому что больше смысла нет И больше это и не нужно Другой вариант Ну я просто для удовольствия Этим делом занимаюсь Вот Пройдет немножко времени И оставшиеся все танки То есть Что мы сейчас будем говорить В исследованиях Если мы будем говорить То в принципе Ну осталось три И я буду зарабатывать На первом уровне Аааа И вот сейчас Леста Геймс подумает Ах ты говнюк А давай мы еще И первый уровень Колбасанем Но вы колбасанете И кто к вам пойдет И снова Вместо того чтобы сделать все нормально и ровно, но хотя бы чтобы это было по отношению к времени, переделать все это несложно делается. Ну не-не-не-не-не, это не для нас, это не для нас. Это не для нас, это для того чтобы поиметь денежки. Да, конечно я проплачиваю и проплачиваю эти самые 500 там 30 рублей за аккаунты, но аккаунт я проплачиваю один раз за 2 недели, за 2 месяца. Ну 2 недели это маловато естественно будет, для того чтобы дополнительно себе взять еще и слоты, в которые я помещу дополнительные танки. То есть я плачу естественно, для того чтобы поиграть в эту дивную игрушку, которая не имеет никакого отношения к истории вообще. Это просто развлекуха, на которой высасывают деньги. У меня небольшие, но есть те кто тратят бабки. Это уже отдельный вопрос. Это уже вопрос не ко мне. Так что ребята, исторически грамотные моменты, это никаким образом они не связаны с World of Tanks вообще никоим боком. Исторически грамотные моменты были связаны и они связаны естественно. Есть такая штука под названием 1С, Ил-2 штурмовик. Вот там все исторически грамотно. Там ты летаешь на исторически грамотных самолетах и в некотором смысле ты можешь сделать отдельную миссию. В некотором случае, если ты начинаешь работать, то там все исторически грамотно выполнено. И если мы будем говорить об вот этой штуке, то в Ил-2 я был дважды героем на штурмовике Советского Союза, трижды героем на истребителе и то есть полностью прошел. Полностью я прошел Ил-2. Естественно за истребитель фашистской Германии тоже до упора прошел полностью. То есть не надо говорить, что рядом с вами лог с пейджером. Далеко не лог с пейджером, но и не постоянный игрок, потому что у меня есть другие вещи. Но есть всегда возможность вам объяснить суть событий. А суть событий, она такова, это чистый развод вас на бабки. Ну и на меня, ну и я тоже, к сожалению, это дело плачу. Но не в том количестве. То есть максимально, что я себе купил, это максимальная сумма была потраченная, потому что там был реальный дискаунт. Реальный дискаунт. Я ее взял. Но неплохая техника. Реально неплохая. Так что, господа мои, если есть у вас большое желание реально экономить, ну пока есть такая возможность, берите себе технику первого уровня и работайте там. Потому что на большем уровне вы деньги не заработаете, больше они съедают все ваши финансовые запасы. Клево, интересно. Смотрите дальше.